Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео! Сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт домашней маски, в состав которой входит обычная пищевая сода, обычная зубная баста и еще несколько доступных ингредиентов, которые сделают вашу кожу молодой и красивой в любом возрасте. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна. И утром ваша кожа будет выглядеть свежей и глянцевой. Маска подходит для ухода за зрелой, увядающей кожей. Маска дает хороший уплотняющий эффект, убирает дряблость, убирает сухость. Если ваша кожа потеряла красивый оттенок, стала тусклой, то эта домашняя тонизирующая маска уберет эту проблему. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. И при регулярном применении ваша кожа заметно улучшит свое состояние. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в качестве недельного ухода. Для достижения наилучшего эффекта приготовьте эту маску для одноразового применения. Желательно использовать свежий состав этой маски. Маска интенсивно тонизирует увядающую кожу, улучшает цвет лица, хорошо очищает расширенные поры, убирает воспаление, убирает также шелушение и убирает дряблость кожи. В момент подсыхания дает легкий подтягивающий эффект. И давайте приступим. Сегодняшняя маска состоит из обычной пищевой соды, зубной пасты и еще нескольких компонентов. Маска простая. Эффект вы заметите сразу после первой процедуры. И обязательно, если вы впервые используете содовые маски, то потестируйте свою кожу на аллергенность. Нанесите на запястье, либо на сгиб локтя. Смойте через 7 минут. И если у вас нет зуда, покраснений, неприятных ощущений, то эти маски вам хорошо подходят. Возьмите 1 чайную ложку обычной пищевой соды. Сода – это наилучший очиститель, который вы можете применять в домашних масках. Сода хорошо очищает кожу, хорошо смягчает, подлечивает и дает очень хороший очищающий и смягчающий, осветляющий кожу эффект. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится сок алоэ. Разведите 1 чайную ложку соды, 1 чайной ложкой сока алоэ. Алоэ можно использовать аптечный. Также вы можете использовать и гель сока алоэ, либо алоэ вера. Если вы используете гелевую основу сока алоэ, то разведите один в пропорции 1 к 1 с обычной кипяченой водой. Я использую уже готовый сок алоэ. И если у вас на подоконнике есть растение алоэ, то вы можете также использовать сок алоэ из свежего растения. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно взбивайте все ингредиенты. Следующий компонент нам понадобится зубная паста. Да, и обязательно соблюдайте порядок добавления всех компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Возьмите 1 каплю зубной пасты. Зубную пасту вы можете использовать ту, которой вы регулярно чистите зубы. Добавьте всего лишь 1 каплю. И тщательно вбейте зубную пасту в предыдущие ингредиенты. Так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. Зубная паста хорошо дезинфицирует кожу. Хорошо тонизирует эпидермис. Также хорошо осветляет и убирает те воспаления, которые, возможно, у вас есть на коже. На эффективнейший тонизирующий эффект вы получите, если вы добавите 1 каплю в домашнюю маску. К тому же после применения масок, в состав которых входит зубная паста, после нанесения в течение нескольких часов, ваша кожа будет ощущать свежесть и чистоту. Получилась однородная масса. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин. Добавьте 5 капель глицерина. Также тщательно смешайте все ингредиенты. Глицерин будет смягчать воздействие предыдущих ингредиентов. И даже если у кого-то есть неприятное ощущение, либо страх применить пищевую соду в домашних масках, глицерин хорошо будет смягчать ее воздействие. И в последнюю очередь добавьте в эту маску жирную сметану. Сметану лучше всего использовать домашнюю. Также хорошо для этой маски подойдет и йогурт. Возьмите йогурт без красителей и желательно без ароматизаторов. Затем тщательно взбейте все ингредиенты. Сметана также очень хорошо смягчает кожу. В момент взаимодействия с содой будет давать очень пышную консистенцию. Маска приятная в нанесении. В момент нанесения этой маски ваша кожа будет ощущать тонизирующее, смягчающее и активное увлажняющее воздействие. Для достижения наилучшего эффекта нанесите эту маску сразу после приготовления. Наносить маску нужно на хорошо очищенную, распаренную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны, декольте. Также аккуратными вбивающими движениями, не заходя на слизистую оболочку и ресничный рост, можно нанести эту маску и на кожу вокруг глаз. Наносите домашнюю маску по кожным массажным линиям, линии наименьшего растяжения кожи. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите кожу лица влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры эту маску. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты! А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok